Яковлев Айтал Игоревич, доцент Северо-Восточного Федерального Университета, кандидат исторических наук, методист научного отдела парка «Россия. Моя. История», лектор Российского общества знаний, область научных интересов, отечественная история и историческая антропология. Добрый день, уважаемые слушатели! У нас сегодня будет лекция на тему «Культурный ландшафт Якутии». Тема культурного ландшафта является очень актуальной на современном этапе развития науки. Когда я говорю слово «наука», это означает не только гуманитарные науки, но и технические, естественные. И понятие культурного ландшафта, оно объединяет практически всех ученых, которые сейчас как-то выиграют большие гранты, исследуют, как развивается и что такое есть культурный ландшафт в 21 веке и вообще по времени. Что касается историков, культурный ландшафт, понятие, оно очень интересно для ученых-историков. Почему? Потому что именно что изучают историки? Они изучают человека во времени и в определенное место. И вот культурный ландшафт – это понятие, которое объединяет все, что можно, как говорится, объединить человеческое общество, человека, природу, вселенную. И не только в физическом плане, но и, скажем так, метафизика, то есть то, что внутри, как ощущает человек место. Что касается конкретно понятия культурный ландшафт, культурный ландшафт – это изобретение немецких ученых, а конкретно Отто Шлётера, который объясняет, ну, географ, понятие культурный ландшафт приходит из географии, классической науки. Что такое понятие культурный ландшафт? Слово «ландшафт» – это немецкое происхождение, да, ландшафт, ланд – это земля, шафт – это местность или определенная часть местности какой-то. И все исследователи, которые поднимают вопрос развития культурного ландшафта, они все время ссылаются на Шлётера, который, если кратко говорить, то это место, это природа, которая изменена человеком. Если говорить более конкретно, то культурный ландшафт объединяет в себе такое понятие, как, ну, состоит из двух фундаментальных понятий, это антропогенный фактор и природный фактор. Если вы посмотрите нашу аудиторию, да, очень сейчас идет красивая выставка в парке, да, можно посмотреть вот именно природные элементы, да, вот то, что окружает нас в Якутии. Культурный ландшафт определяет в какой-то мере менталитет народа. Что такое антропогенный фактор? Этим вопросом занимаются философы-историки, сами антропологи. В данной лекции мы будем использовать понятие «человек» с точки зрения определения как субъект культурной деятельности. Субъект культурной деятельности. То есть человек, который что делает? Формирует и производит вот культуру. Если говорить, ну, мы не будем углубляться в понятие «культура», потому что для этого нужна еще одна тема большая, большая лекция, очень много времени, да, чтобы определить, что такое культура. Но культура – это, кратко говорим, это то, что и результат деятельности человека. Это результат деятельности человека в материальном плане и нематериальном плане. Следовательно, когда мы говорим о понятии «культурный ландшафт», я вот чуть раньше сказал о том, что это не только материальный мир, но и нематериальный мир, культурный ландшафт. То, как воспринимает человек место, где он проживает, например. Если человек живет в городе, ему нравится город. Я люблю свой город, потому что он начинает перечислять то, что ему нравится. Или, например, в деревне, например. Он объясняет, почему я живу в деревне, например. То есть в сегодняшней лекции мы будем рассматривать, что такое деревня, село и город. Конкретно у нас в Якутии. Дальше идем. Насчет Якутии. Что касается понятия Якутии. Что такое Якутия? Сахасири. Кто ответит на этот вопрос? Якутия – это место, где мы с вами живем. Мы с вами якутяне. В данной аудитории конкретно. Якутия – это есть определение территориальное. Оно появляется в территориальном плане. И тут начинаются интересные моменты. Когда же появляется такой, скажем так, феномен, как Якутия – Сахасиря? Если берем материальные источники, то у нас самый знаменитый памятник археологический, который существует здесь в данный момент. Это Деринюрях. С этого момента мы говорим о том, что здесь присутствует человек. А почему человек? Потому что мы сегодня говорим о культурном ландшафте. И главный субъект, который формирует культурный ландшафт – это человек. Человек здесь появляется в эпоху Деринюрях. Ранее считалось, что это 2 миллиона лет назад где-то появляется здесь человек по теории Мачанова. В данный момент отмечается о том, что Деринюрях приблизили к нам максимально. 500-300 тысяч лет назад это уже фактически человек здесь был. Это в материальном плане. То есть мы с вами отмечаем о том, что историки опираются на три источника знаний. Первое – это материальные источники, письменные источники и устные источники. Теперь самый интересный момент. Устные источники. Откуда мы черпаем историю Игутрии в устном плане? Это фольтлёр. Это Олонхо. Эпос Олонхо, который является одним из источников знаний народа Саха. И когда мы поднимаем, открываем Олонхо и читаем Олонхо, мы начинаем просто, как появляется космос. Сама суть есть, место. Потом Земля, небеса. Вот эта космоногенетическая теория. Срединный мир, где живут люди. Видите, это уже объясняет культурный ландшафт. Вот нижний мир. В нижнем мире живут у нас кто? Злые духи, абага, например, которые приносят только несчастье, а могут помогать в таком плане. И верхний мир. Это в устном плане. Что такое есть в Якутии? Ортодойду. Теперь начинается самый интересный момент, на что мы будем обращать больше внимания. Это письменные источники. Так вот, когда начинается письменная история Якутии? Есть определенная дата. Недавно, кстати, праздновали. 1632 год. Это дата основания города Якутска. История развития культурного ландшафта Якутии, она в своем роде уникальна, но обычно для истории России за Уралом. Почему? Потому что посмотрите внимательно, как живут коренные народы Сибири. Это в основном кочевые народы или полукочевые народы, как Якуты, например. И потом вдруг появляется город. Ну, как крепость сначала, остров. И вокруг него начинается развиваться культура, ландшафт, в которой в данный момент мы существуем и живем. И это наш любимый город, город Якутск. Мы до этого еще дойдем. Откладываем в другую сторону. Ну, если мы изучаем историю развития государственности российского, то тут начинаются удивительные вещи. Что вокруг городов начинается формироваться государство. Первое. Древнерусское государство центром в Киеве. Как появляется город? Это обычно что? Маленькое поселение. Это может быть деревня. Это может быть монастырь, например. Это перекресток дорог. И вокруг вот этого места начинает развиваться город. В Якутии удивительная вещь. Конкретно вот такого вот эволюционного пути развития города, то есть культурного ландшафта у нас не наблюдается. У нас вот так появляется остров. В 1632 году Петр Бекетов построил Ленский остров. В 1632 году мы говорим о том, что город переехал на эту сторону. И в данный момент мы с вами живем уже 300 лет как в городской условии. То есть в Якутии мы говорим о том, что культурный ландшафт очень развивается удивительно. Дальше идем. Мы сказали о том, что мы будем смотреть понятие город и село. Потому что где живет человек в данный момент, в 21 веке? Или в городе, или в селе. Деревня, село, негелек – это понятие совсем другое. И обычно кажется, когда студенты первый раз ко мне приходят и говорят, вот наслег, деревня, село, они начинают путаться. Что такое наслег? Наслег – это территория, опять же, территориальное образование, это территория, где живут, например, якуты, негелек. Деревня – это одна точка. Это улицы, это дома, это деревня. Вот вопрос. Когда в Якутии появляются те деревни, которые существуют в данный момент? В советское время, правильно подсказываю, да? Это в эпоху, когда начинаются укропняться колхозы и когда колхозы начинают укропняться в совхозы. Удивительным образом мы с вами говорим о том, что современное якутское село появляется буквально… Деревня, я имею в виду деревню, да? Деревня появляется буквально в 50-е годы 20 века. Сколько лет прошло? Ну, 60 с чем-то лет, да? 60 лет. То есть культурный ландшафт деревень у нас в Якутии существует 60 лет. Городской ландшафт 300 с чем-то лет. Ну, 400 уже считайте, да? Вот такой парадокс. Удивительно, да? Вот как развивается культурный ландшафт в Якутии. А где тогда жили якуты до 50-х годов? В Алласах. Они жили по Алласам. И вот когда мы поднимаем вопрос, что есть понятие классический ландшафт в Якутии, то это Аллас. И некоторые очень красиво пишут, да? Что такое Алласы? Это колыбель якутской культуры. Откуда есть пошли народ Саха. Если говорить о 50-х годах, это процесс называется процесс поселкования. Это когда мы начинаем из 20-го века, идем вглубь времен, да? Смотрите, есть семьи, которые живут в Алласах. Это может быть там три семьи, там одна семья, пять семей или несколько семей. И в другом Алласе стоит колхоз, фермы. И вот этот термин ферма до сих пор существует, например, где ферма стояла. В другом Алласе стоит магазин. В соседнем Алласе стоит больница, фельдшерский пункт, например, да? Процесс поселкования у нас начинается очень интересно. Почему? Потому что появляется укропнение колхозов, колхозы объединяются в совхозы. И в этот момент уже конкретно начинают выбирать те Алласы, где у нас уже появляется современная деревня. Если говорить про Алласы, возвращаясь к пункту Алласы, то Алласы – это термокарство и образование. Как появляется Алласа? Алласа, она проходит в процессе оттайки многолетней мерзлоты или вечной мерзлоты. И что мы наблюдаем? Аллас – это место, где человек занимается скотоводством и табунным коневодством. Что и есть понятие в якуте – саха. Это человек, который занимается скотоводством, разводит крупный рогатый скот и лошадей, коневод. А потом уже оланхо, гэх, язык, дом и тому подобные вещи. Нет лошади, нет коровы, нет народа саха. Сейчас данный момент, в 21 веке, почему история изучения культурного ландшафта является актуальной? Почему? Потому что мы сейчас наблюдаем очень такое понятие, как трансформация культурного ландшафта. Более 62% населения Якутии живут где? В городе. 62%. Остальные 38-37% живут где? В селе, в деревне. 38%. Они там занимаются, некоторая часть занимается скотоводством, коневодством, оленеводством и традиционными видами промыслов. 38%? Что такое классический культурный ландшафт? Вот что себе представляете, когда вам говорят якутский Аллах, саха Аллаха, саха Иллана Аллаха? Это, например, Балаган, зимняя юрта, изгороди, хозяйственные постройки, титик, например, да? Серге обязательно. Что еще? Озеро, вокруг которого стоят вот эти все изгороди. Скирды, стога сена, коровы, лошади и маленькие, голенькие, маленькие мальчики, девочки, которые бегают, играют. И вот проходит у них такое детство на природе. Если мы говорим про скотоводов, то большинство якутов живут между речью рек Вилюй и Лена, и между речью рек Амга, Алдан и Лена. Ну, Амга, когда это Алдан, мы говорим между речью рек Алдана и Вилюй. И там огромное количество аласов, урочищ, например, в Вилюйском регионе, да, где якуты, в принципе, до сих пор занимаются современным скотоводством. Как? Это уже отдельная тема. Опять же начинается такой вопрос, очень такой интересный. Когда появляются первые скотоводы на территории Якутии? Когда появляется народ Саха, да, вот это фундаментальный вопрос, да, вот первые скотоводы, и как они начинают изменять свой ландшафт. Есть теории о том, что как появляются аласы. Есть одна очень красивая теория, мне она нравится, почему, потому что она как раз подпадает на нашу тему культурного ландшафта. Это то, что аласы появились в результате сельхозпалевых работ. Ну, когда скотоводы приходят на данную территорию, тайга, да, плотный лес, есть вот эти мари, там, мар, да, болотистые местности, и скотоводы начинают косить сено и сжигать, поджигать вот эти деревья. Таким образом у нас появляется алас. Очень красивая теория, мне она нравится, она объясняет вот именно как начинается освоение вот этого края. Именно где-то 13-14 века начинают проникать, допустим, первые скотоводы, и с этого момента мы говорим о том, что культурный ландшафт Якутии, зарождение классического культурного ландшафта якутов, то, что у нас в голове есть как изображение колбели, да, новой культуры, они зарождаются именно, скажем так, 600 лет назад, допустим. И к 17 веку, когда приходят казаки, первые казаки, мы с вами говорим о том, что да, они уже тут наблюдают очень мощно развитое сельское хозяйство, именно скотоводчество как такового. Бошарин, например, писал о том, что первые скотоводы, коневоды, которые начинают проникать на территорию Якутии, отмечают о том, что раньше вот эти народы, нет, не народы, а племена, племенные объединения, отдельные семьи, отдельные роды, они занимались прежде всего коневодством. Кабунны. Почему? Потому что лошадь у нас зимой как зимой? На улице. Ну никак, считайте, да, то, что он уходит само по себе, начинает вот копать снег, кебенит и из-под снега добывает себе еду. Ну, такой простой способ адаптироваться к новой местности. А потом мы уже начинаем говорить о том, что когда начинается уже, внимание, адаптирование ландшафта под свои нужды скотоводческие, да, коров начинается больше, чем лошадей. Удивительная вещь, да? Он башально отмечает. Почему? Потому что, например, да, есть такая цифра, то, что на одной местности, где пасется одна лошадь, например, могут пастись, ну, 10, да, вот, 10 коров. Это уже выгода, считаете, да? То есть коровы могут там спокойно пастись. Это могут объяснить ваши родственники, которые живут, например, в селцолах. В данный момент, в 21 веке мы с вами говорим о том, что, да, поголовье лошадей начинает превалировать над поголовьем крупного рогатого скота. Почему? Опять объясняется тем, что человек меняет место своего жительства. Идет отток из деревни в город. И вот тут начинаются удивительные вещи, то, что вот, например, ты можешь, например, оставить в деревне лошадей. Они себе там пасутся спокойно, ты к ним можешь приезжать там раз в полгода, год, например, через год посмотреть там, как твой табун существует. Если мы разделяем этапы развития культурного ландшафта Якутии, то давайте возьмем вот 17 век, это появление города Якутска, например. И начиная уже с середины 17 века мы говорим о том, что появляются первые города, одни из древних городов на Дальнем Востоке в Сибири, в Восточной Сибири. Это Якутск, Вилюйск, Алёкминск, Ирхаянск, например, да, эти города, которые являются основой для пространственного развития российской государственности на Дальнем Востоке и в Сибири. Если мы говорим о втором этапе, то у нас второй этап начинается в 50-е годы 20 века. Это появление деревень в том понимании, которое мы сейчас наблюдаем. И вот именно период поселкования начинает закладываться вот это понятие деревни. Город, он влияет на что? На деревню. Все вот прогрессивные моменты, которые появляются в культуре, допустим, они появляются сначала где? В городской среде, а потом начинают распространяться в окружающий, в ландшафт, скажем, да, в окружающую среду, в деревню. Это одежда, украшения, это манера, досуг. Очень яркий пример – это одежда. Одежда является основной частью, которая определяет понятие культурный ландшафт, как человек одет в данном местности. Например, сейчас вот извечный спор защитников животных и жителей Якутии в большинстве. Почему вот женщины все время ходят в шубах невинно, убиенных? Вот, например, лисы. Лиси шуба. Очень даже актуальна сейчас, даже в 21 веке, да? И когда человек, имея деньги, думает купить пуховик или шубу, он, ну, скорее всего, наверное, возьмет шубу, потому что, ну, у нас зима какая? Мягко скажем, холодная, очень холодная, да? И в пуховиках, как бы, ну, не приживешь, не призимуешь. Те же самые вунты, например. А если ты, например, вунтах и в шубе пойдешь в Москве, например, или там в южных городах, то там она не будет актуальна. Согласны? Это до сих пор 21 век. Так вот, а что было 100 лет назад, когда город Якутск становится тем городом, именно той средой, которую мы сейчас в данный момент наблюдаем? Закладываются основные улицы, основные площади, и, в принципе, облик и менталитет гаража. Например, одежда халадай, да, например, платье, канзолы, например, они являются симбиозом, скажем так, да, русской культуры и якутской культуры, халадай женское платье, да? И именно из города Якутска начинается современности. Именно из-за жителей тех людей, которые жили в Якутске 100 лет назад, в данный момент мы с вами что делаем? Ну, берем как пример, да? Когда в 21 веке современный Якут в 2018 году хочет пойти на эсэх, женщина заказывает себе или сама шьет что? Халадай, платье. И что она делает? Она говорит, я хочу настоящую одежду, как у моих предков. И достает фотографию. Фотография была сделана в городе Якутске 100 лет назад, в городской среде. Удивительная вещь в том, что мы отчасти наблюдаем жителей, ну, скажем так, наслегов столетней давности якутов, да? И, в принципе, у них тоже самая одежда не сильно отличается от городских жителей. Это можно объяснить тем, что город является торговой точкой, город Якутск, он и так появляется, как один, ну, пункт второй, да, это торговый центр. А пункт первый – это форпост освоения культуры Дальнего Востока. Так вот, торговля в Якутске начинает влиять на свою окружающую среду 100 лет назад через торговлю. То есть это купцы первой, второй, третьей гильдии. Это может быть просто человек, приехавший в город Якутск по своим делам, закупает себе там материал и смотрит, как люди одеваются, приезжает, например, домой, и вот начинаются вот эти контакты. И удивительным образом мы наблюдаем о том, что, ну, это моя теория, субъективная теория, можете не согласиться, о том, что в данный момент в Якутии село, наоборот, влияет на город Якутск. Почему? Идет мощный отток из села в город. И те люди, которые жили в селе, они хотят чувствовать себя в городе, как дома, например, да, и вот это самоопределение. Если человек в городе не может заниматься скотоводством, коневодством, да, он как позиционирует себя как народ, как культуру, субъект культурной деятельности? Вот эти чашки с якутскими узорами, дома с якутскими узорами, та же самая вот эта ситуация, когда человек едет куда? На эсэх, праздновать эсэх национальной одежде, например. Это одно из проявлений, как меняется культурный ландшафт. Почему? Потому что человек меняет культурный ландшафт, а не природа, да? И в 21 веке мы с вами наблюдаем очень красивое явление, то, что актуализируется очень такой вот национальный колорит в культурном ландшафте. Согласитесь? И одновременно мы наблюдаем такую вещь в селах и деревнях Якутии, то, что там тоже вот это начинает проявляться. Начинают заново строиться места проведения эсэха. Тюльга. Начинается обновление. Ну, давайте перейдем к вопросам. Каким вы видите вообще народ Саха, вообще жители республики Саха Якутия и саму республику через 50 лет? Это сменяется поколение, между прочим, два раза уже, да? Одно поколение меняется через 25 лет. И я считаю, как историк, изучающий развитие культурного ландшафта, отмечаю о том, что, конечно, будет позитивное изменение. Почему? Потому что то, что мы сейчас видим, как развивается город Якутск, как меняются площади, как меняются улицы, какие вопросы поднимаются общественностью, да? Вот именно как меняется городская среда. Я считаю, это будет позитивный момент. Почему? Потому что наши с вами дети, они вырастут, станут полноправными субъектами культурной активности, и они уже будут менять город под свои нужды. То есть город Якутск, он будет всегда молодым. Что касается деревень, то тут, конечно, надо отметить о том, что жизнь, повседневная жизнь в деревнях, она развивается чуть медленнее, чем в городе. Но я считаю о том, что, да, в деревнях тоже будут позитивные изменения. Почему? Потому что, я же говорю, сейчас поднимается вопрос, как менять окружающую среду в деревне. И рано или поздно придут вопросы, там, давать его. И сейчас актуальный вопрос. Да, и сейчас работает программа, например, по ветхому жилью. Убирают старые дома в деревнях, убирают старые дома, строят новые каменные дома, многофункциональные центры. И через 50 лет, я думаю, мы не узнаем якутскую деревню, ну, таких, где жизнь прогрессивно идет. По вашему мнению, в изменении уклада жизни и традиций нет ничего плохого. А как же тогда культура, сохранение культуры и идентификации народа? Ну, скажу так, историк – это человек, который смотрит объективно на вещи, да. Что такое объективно? Это означает смотреть и позитивные изменения, и негативные изменения, скажем так, да. Одним из проявлений негативного изменения – это то, что мы сейчас наблюдаем. Вот когда якуты, которые занимались саха, которые есть скотоводы и коневоды, они жили полукочевым образом, да. Как понять полукочевой образ жизни? Это означает сезонное распыленное скотоводство. Как понять сезонное распыленное скотоводство? То есть здесь понятие сайлык и кастык. И вот когда появляются первые деревни, колхозы, мы с вами наблюдаем о том, что вот эта устоявшаяся формула жизни, круг жизни, он ломается. Да? И мы с вами наблюдаем о том, что… Ну, добавьте туда еще процесс урбанизации, да, как приправу. Мы с вами наблюдаем о том, что население Якутии начинает терять свою самобытность, свое самоопределение. И одним из проявлений самозащиты, можно сказать, да, то это вот то, как пытаются отметить культурный ландшафт, окружающую среду, именно вот настоящая якутская среда. И к чему это приводит? То, что ломается вот этот естественный круг жизни. Мы с вами наблюдаем очень удивительную вещь, то, что народ не знает своей культуры, не знает свой народ. И, естественно, он хочет как-то вот найти себя, и он начинает придумывать всякие разные мифы, неомихология, например, да, новые мифы о том, что вот каким должен быть настоящий якут, каким должен быть настоящий саха. Я даже подозреваю, когда вот я использую слово якут, будут комментарии, будут вопросы, почему вот лектор использует вот этот термин, да. Вот это проявление просто-напросто то, что 60-70 лет назад человек поменял свой образ жизни, идет ломка повседневной жизни, и меняется культурный ландшафт. Естественно, вот отвечая на вопрос, да, 50 лет, да, это будет такой медаль, ну, как бы иметь две стороны, да, вот плохую и хорошую. Как не допустить повышение самосознания нашего народа в национализм, по вашему мнению? Это граничит с понятием национализм, но не забывайте такое определение, отмеченное, кстати, Владимиром Путиным, да, вот в этом году, есть такое понятие о том, что я просто процитирую, вот в условиях изменения, глобального изменения, вот культурной глобализации наша задача сохранить национальную идентичность. Видите? Национальная идентичность. А национальная идентичность, она определяется, еще раз повторяю, в первую очередь, это занятость, да, вот именно коренным образом, да, вот поддержка сельского хозяйства, а потом уже вот олунхо, эгэх, там какие-то мероприятия, внедрение элементов национальной культуры, ну, национальной культуры, ландшафт, например. Есть очень много тетрадей, календарей, посуд, вот именно с изображением якутских, да, вот узоров, например, да, вот. А узоры, естественно, они тоже являются неким отражением, когда вот мастер в древности посмотрел какой-то ландшафт, природное явление, он это прочувствовал, потом он отразил где? В узорах. Да, вот это явление. А как вот повлияет на культурный ландшафт железная дорога, как повлияет вот приход современных технологий, как вы думаете? Начнем с позитивных моментов. Железная дорога – это прогресс. Это, во-первых, что такое новый прогресс? Это новые материалы. Новые дешевые материалы. Это означает о том, что народ Саха, если мы говорим про Якутию, да, мы говорим о развитии культуры, культурного ландшафта, получит возможность строить по новым технологиям, новыми материалами. Новые товары, новые узоры, новые взгляды. Я хочу отметить Ивана Ивановича Крафта, губернатора, да, вот вы знаете, он писал очень красиво про, почему в Якутск очень такой серый, хмурый город. Он говорил о том, что якутские чиновники, те люди, которые влияют на городостроительство как-то, они не видели других городов. Видите? Для них, если есть, просто лежит доска, вот, допустим, да, если дом стоит крепко, и там внутри тепло, этого достаточно, чтобы он стоял крепко и надолго. А вот это из узора, из росы, то, что там освещение, там тротуары, это просто вот якуты сто лет назад, они не видели. Большинство не видело, да, вот нормально. И когда они приезжают в город Якутск, они воспринимают это как должное, что город должен быть такой грязный, там, с лужами, там. Ну, в те времена лошадей использовали вместо машин, да, и понятно там, что на улицах валялось после лошадей. Это считалось нормой. Посмотрите внимательно, почему вдруг идет, скачкообразно развивается город Якутск сейчас, и как развивается Якутия в целом, да. Это, во-первых, интернет. Через смартфон мы можем видеть другие города, как живут в других домах. Мы даже имеем возможность зайти в дом тех людей, которые живут за пределами России, например. А, вот у него кухня такая, стол такой, он есть с такой посудой, у него одежда такая, например, да. Поехал в Москву, в Китай, в Корею, приезжаешь и говоришь, ну, у нас, как бы, да, в Якутске надо что-то поменять. Вот, железная дорога в основном будет, да, позитивные изменения в этом плане. Как воздействует культурная глобализация на современное Якутское село? Культурная глобализация – это то, что мы наблюдаем в данный момент, что происходит в жизни, в повседневной жизни, да. Это у нас интернет, это спутниковое телевидение, это, я сказал, новые материалы. И мы можем наблюдать такую вещь, то, что именно в таком нематериальном плане, да, мы начинаем наблюдать о том, что между городом и селом начинают стираться некие границы. И вот эти границы начинают стирать именно интернет. Простой пример. Что делает сельский обыватель утром, когда просыпается? Смотрит ватсап. Первое, что он делает, он даже не идет умываться, да, или там не идет смотреть коров, да, он первое дело, он смотрит ватсап. Что же там написали? Что же там за ночь пришло? Это вот проявление, как меняется культурная глобализация, как меняет повседневность жизни человека. Это меняется ритуал о повседневности, да, вот, что такое, да, вот, когда ты. До прихода интернета жизнь в деревнях это что? Утро просыпается, ставит чайник, уже начинает хозяйственные дела, там, книгу читает с кофе, например, может быть, да, вот, книгу читает с кофе. А сейчас он, как и городской житель, между прочим, да, вот, все городские жители тоже. Первое дело, начинает листать, что же там в инстаграме, кто лайкнул, кто не лайкнул, почему не лайкнул, да, вот. В экономическом плане у нас идет, вот, например, да, конкретно берем Якутию, да, вот, когда федеральные трассы появляются, то есть нагрузка, финансирование, строительство дорог берет на себя федеральный центр, Москва, грубо говоря, да, то в районах остается средство, ну, грубо говоря, да, средство для того, чтобы ремонтировать что? Дороги, сельские дороги. А дорога – это и есть ключевое понятие в культурном ландшафте. Что мы наблюдаем? В маленьких деревнях, где живут 200, 100, 300, 700 человек, появляются джипы, иномарки, при том, что вот такие, которых даже горожанин не купит в условиях города Якутска. Я такое не куплю, потому что я не проеду. А в деревнях, например, маленькие мини-вены существуют, ездят зимой очень хорошо. Продукты, питание, одежда, праздники меняются тоже, да, вот как меняется праздник, это тоже является частью культурной глобализации. А хорошо или плохо – это покажет время. Вот как раз через 50 лет посмотрим, это хорошо или плохо. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok